Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих, написано так. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я очень рад, потому что вы стали для нас очень любезны, лично для меня. И для меня большая честь быть у вас сегодня, спустя несколько лет. Бог как-то так вел разными путями, не от того, что мне сюда не надо было. И душа моя рвалась, и приглашение было, но просто Бог неспоспешистовал. И я очень рад сегодня быть среди вас, среди вас молодых и красивых. Сказали, сегодня же вы очень красивые. Я думаю, дай-ка посмотрю, точно красивые, посмотрите, посмотрите, какие красавцы. Конечно, не думайте, что только тут красивые, есть еще кое-где. Так что ездите и привозитесь сюда, пускай вас будет больше. Конечно, это очень хорошо, это очень прекрасно. Я хочу вам сказать, дорогая церковь, Бог мне подарил возможность быть вот три дня с вашими молодоженами, и даже уже не совсем молодожены. Ну, там разные были, я вам скажу. Вот, и я скажу вам, что они тоже красивые. Вы знаете, и они тоже для меня стали очень сильно любезны. Для меня это была честь быть, я смотрел их в глаза, я видел их слезы. Вы знаете, они там даже плакали, вы представляете? Плакали, когда были свидетельства разные. Я смотрел, как они утеряли слезы, как они реагировали на слово, реагировали. Вы знаете, они настолько, что даже вот было запланировано мне, допустим, вот столько проповедовать. Они мне сказали, вот столько проповедую. Они любят слово у вас, слава Богу. И вы знаете, что я еще сегодня, почему я вас еще сегодня больше полюбил? Я хотел бы подойти к каждого вас обнять, знаете почему? Потому что вы любите молиться. Вы посмотрите, я так редко вижу, что вот так вот, редко такое, что вы понимаете, даже он же хочет, чувствую, что помолиться, понимаешь? А вы все и молитесь, и молитесь, и молитесь, и молитесь. Слава Богу! Если мне будет плохо, я, наверное, напишу завещание. Если не смогу говорить, то передайте в State College, чтобы вот это самое, за меня помолились. Вот, я очень рад, что я знаю ваш State College. Не все, оказывается, в Америке знают. Пришел я в Миннеаполе в свой аэропорт. Я говорю, он говорит, куда ты летишь? Ну, на кассе там. Я говорю, State College. Он говорит, я понимаю, College, а куда ты летишь? Я говорю, ну куда летишь? Ну, State College в Пенсильвании. Я говорю, ну, понимаю, в Пенсильвании есть колледжи. Да куда ты летишь? Я говорю, ну как я даже растерялся, не знаю, как объяснить. Тогда достал телефон, говорю, там у меня такое, ну, приходит, чтобы как зарегистрироваться. Я говорю, ну вот, смотри. А раз она щелкнула, он говорит, ну надо же, я 24 года работаю в этом аэропорту. Первый раз State College. Так что вот я Америку некоторым открыл. Слава Богу, вот, что вот есть такой город прекрасный, уникальный. Вот, и что еще сказать? Я очень просто сегодня, думаю, как бы вот с вами имею к вам 7 глаголов. Вы знаете, человек вообще мне глаголы нравятся. Я больше человек динамичный, мне нужны глаголы. Я не люблю, когда много говорят, а мало делают. Мне нужны глаголы, действия. Вы же любите глаголы, нет? Вот, допустим, покушать, да? Вот, послушать, поехать. Любите, нет? Ну вот, я тоже люблю глаголы. И сегодня я имею 7 глаголов. Я хочу приветствовать вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мало того, еще хочу сказать, какие песни поете? Вы знаете, вы меня сегодня вернули туда, в мой город. Я помню, как мы попели, ой, я грешник бедный. Сейчас уже так не поют, грешников нету, оказывается. А у вас еще есть немножко, так что слава Богу. Слава Богу, братья и сестры. Я хочу приветствовать вас. Я хочу поблагодарить вас. У меня столько благодарности. Но уже часть я сказал, что вы оказали для меня большую честь, чтобы побыть сегодня, вернее, в этих днях в вашем лагере. То есть прикоснуться к душам семей, глав семей, членов семей. С ними говорить, рассказывать о великих делах Божьих, о благовествовании, о многих вопросах. Мы говорили о верности. Вы знаете, это оказывается очень важный вопрос. Я впервые за 38 лет проповедовал на тему верность. Вы знаете, как я трепетала, моя душа. Я не знаю, получилось или нет. Вы когда они вернутся все, вы спросите у них, получилось или нет. А потом, если что, позвоните, спросите, скажите. Мне так интересно иногда, получилось или не получилось. Поэтому хотелось поблагодарить за это. Поблагодарить за то, что, ну и взаимно, то, что вы любите меня. Вот брат говорит, мы же тебя любим. Другой брат говорит, мы тебя любим. Мне так приятно это, конечно, скажу. Быть любимым, это очень хорошо. Дай Бог, чтобы вас все любили. Вы понимаете, это так хорошо, братья и сестры. Вот, поэтому хотел поблагодарить за ваше участие в разных проектах. Хотя некоторых не видел, но я знаю, что некоторые из вас, вот, уже неоднократно. Я просто ни раз мне не получалось приехать. Я уже 4 года у вас не был. И вот 4 года все у меня накапливалось. Я помню, как звонил Славику на Хабинка. Я говорю, Славик, ну ты знаешь, вот, я не знаю, что, почему ты именно попался мне на пути, не знаю. Но дело в том, что, вы знаете, строим несколько молитвенных домов. Я говорю, Славик, ну что можно сделать? Ты не мог бы что-нибудь помочь? Он говорит, ну попробую. Дай подумать. Ну, думал, думал. Говорит, я там к одному пошел, к другому пошел. Оказывается, у вас он так, молодец, вы расположены. И так раз там, по-моему, 7 тысяч долларов. Я думаю, ничего себе, слава Богу, State College. Вот, молодцы, вы поучаствовали. Я просто хотел передать благодарность. Потом на следующий год еще раз помогали. И вот некоторые из ваших ездили туда с нашими строителями, помогали. Вот, Валера, по-моему, ты ездил, нет? Ты ездил туда, Валера? Ой, молодец, спасибо тебе, брат, дорогой. Там ты так штукатурил хорошо. Ты знаешь, слава Богу, что, братья и сестры, вот, там строятся молитвенные дома. В этом году я был в Украине недавно совсем. И когда я приехал в Хмельницкую область, там есть такой, я не знаю, это город, село, назовите, если кто украинцы здесь есть. Шепетовка, это город или село, или, ну, город, пускай, город. Вот, и когда я приехал туда, и, значит, ну, позвал вот этих, они уже заранее приготовились, ну, братский совет, там, братья все пришли на участок. Участок такой, мама ты моя дорогая, вы знаете, там, ну, грязи, ну, просто, не знаю, такой разваленный все. Знаете, ну, не то, что аппетита и вдохновения особо нету, что там что-то может быть. Ну, знаете, а я глянул другими глазами, посмотрел так, я их ободряю, говорю, дорогие братья и сестры, я говорю, знаете, это было 5 марта, 5 марта я был там, знаете, я говорю, вот, в конце мая вы же будете сидеть в своем молитвенном доме. Они смотрят на меня, думают, брат, приехал тут, рассказывает нам такие вещи, мы же в Украине живем, такого еще не слышали. И вот бригада поехала где-то в середине мая месяца, и буквально за 5 дней они выгнали весь молитвенный дом, и поштукатурили снаружи, и внутри шитрак поставили. Приехала вторая бригада, сделала ее, пастор оттуда звонит и говорит этому, нашему главному строителю, говорит, знаешь, приехал Константин, и что-то говорит, такое, говорит, ну, в голову не влазит. Он фантазирует там где-то, знаешь, на каком-то, что-то там где-то фантазирует, о чем-то говорит, мы понять не могли. А когда, говорит, поработал с вами 5 дней, и теперь я понял, о чем он говорит, оказывается, он, говорит, правду рассказывал, просто, говорит, мы этому не верили, мы не были к этому готовы. Я хотел поблагодарить вас за участие во всех этих проектах. Я благодарю, что некоторые из ваших поддерживают детей, и я хочу просто тоже, вот, можно сказать, поблагодарить вас. Вот перед отъездом у нас был совет директоров по этому, ну, там, по электронике этой, и с Душамбе, я не знаю, есть ли у вас здесь Душамбе или нет. Три человека молодых, которые были на программе, их поддерживали, вот этих детишек, вот, они выросли, они стали членами церкви. И теперь они услышали, что в нескольких маленьких городках Таджикистана не хватает служителей, надо помочь. И вы знаете, три человека поехали туда. Каждый в разные стороны. Это те, которые вообще не имели отношения к Библии, к Богу, к церкви, ничего. Это просто люди из мира. И я благодарю вас. Я не знаю, может быть, это кто-то из вас был, который поддерживал этих людей. Вы знаете, я благодарю за молитвы, что вы молитесь за всех миссионеров. А за всех миссионеров, это значит, и за наших. Знаете, в этом году удивительно, мы столько делали на Памире. Вот, и в конце концов, я помню, наши сестры поехали туда, а их оттуда там и КГБ взяло, и три дня их мучили. И по тысячу долларов штрафа сделали. А теперь эти КГБ нам помогают. Теперь они нам, там, нас возят, нам рассказывают, нам показывают. Вот этих людей слушайте, и все. И сейчас в этом, вот, в следующие выходные, на День Отца, когда у нас будет, кстати, поздравляю вас с Днем Отца. Вот кто, братья, вот кто имеет детей, я вас поздравляю. Так вот, будет принимать крещение. Представляете, в Таджикистане 20 человек будут принимать крещение в церкви, в Душамбе. А два из них, это с Памира. Братья и сестры, это чудо. Там, где нет было ни одного, теперь два человека будут принимать крещение. Слава Богу. Вот это я хотел бы много-много вам сказать, но надо еще, у меня есть еще несколько глаголов. Вот, я хочу сделать некоторые пожелания, я сейчас еще буду это делать. Вот, я хочу подарить вам подарок. Вот, пускай он небольшой, но просто от души. Такая маленькая закладочка. Закладочка, как читать Библию. Вы знаете, если вы сюда вникните, вот здесь есть QR-код, в крайнем случае, ну, если дедушка с бабушкой не знаете, вы подойдете, я вам расскажу. Если у вас такого телефона нет, я вам попрошу, это Валера, Валера вам подарит телефон. Он богатый. Вот, и это самое, телефончик. И вы здесь все, и там я расскажу подробно. Я не буду сейчас рассказывать, но знаете, когда я пришел в церковь, мне говорили, читай Библию. И вы знаете, я ее реально люблю читать ее. Мне так нравится ее читать. Но никто не сказал, как читать. Я много читал, много пропускал. Я думаю, зачем это, зачем это, зачем это. И думаю, зачем, ну, просто вообще, ну, как-то вот, не нравилось мне некоторые вещи. Сейчас я вам скажу, мне каждое словечко, каждая буковка и даже запятая нравится. Вы знаете, они такие красивые, запятые, если вы их так потрогаете. Даже они вот такие, знаете, как чеканочка такая, запятая, знаете, не точка такая, а запятая, что есть пока еще продолжение. Бог дает некое продолжение. Вот, и знаете, я рад, что вот здесь вот есть тоже пять глаголов, которыми есть. Знаешь, прочитайте пять глаголов, ну, тут не поесть, не поспать, а вот, знаешь, помолиться, прочитать, подчеркнуть, поделиться, а потом применить. И вы знаете, сегодня, когда я читал, вот, и хочу просто поделиться одним словом, просто это одно первое мое пожелание вам из того, что я сегодня читал. Я так делаю всегда, каждый день. Все, что прочитал, всегда делюсь. Всегда. Если я даже одно слово нашел там, я всегда делюсь. И у меня 365 раз в году есть чем поделиться, всегда, каждый день. Если вам хочется что-то услышать, позвоните мне, я вам обязательно поделюсь. А сегодня без звонка делюсь. 28 стих, 72-го псалма. Псалом Асафа. Здесь написано, «А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Знаете, как мне хочется возвещать все дела Божьи. Сегодня я некоторые места буду просто тоже делиться с вами какие-то, потому что следующее, вот, это то, что я желаю вот этот подарочек вам сделать. А после этого я желаю еще поделиться словом. Вы знаете, всегда очень важно делиться словом. Иногда бывает, человек пошел и ничего потом, а вот надо словом поделиться, обязательно, я хочу с этим сделать. А потом я еще хочу вас кое о чем попросить. Вы замечаете, все глаголы на букву «П», вот, поприветствовать, поблагодарить, пожелать, подарить, а теперь еще и попросить. Вот, знаете, я был в Украине, был в Одессе, и в Одессе есть такой книжный магазин. Когда я зашел туда, ох, как у меня сердце заболело, я хотел этот магазин сюда перевезти. Но все-таки сколько у меня было возможностей, вот, я 9 чемоданов купил Библии, детских Библий, и привез их, ну, не все сюда, вот. Я привез и думаю, знаете, там они чуть-чуть подешевле, вот. И я думаю, буду я предлагать братьям и сестрам, пускай я не продаю их. Я сразу говорю, мне это настолько не нравится, вот, всякие продажи. Но когда вы меня спросите, сколько в магазине стоит, я вам скажу. Если вы захотите пожертвовать столько, я буду очень рад. Если вы захотите пожертвовать немножко больше, я буду еще больше рад. А если вы не захотите ничего, и у вас нет денег, и вы хотите Библию, ну, пускай это будет моим подарком для вас. И это будет очень важно. Мало того, я вам привез кучу открыток. Я так хочу, чтобы вы каждый делились со Словом Божьим со всеми остальными. Потому что меня, эта ревность меня съедает. Потому что, когда мы встречаемся, ну, думаю, что в вашей церкви так нет. Раз вы молитесь, значит, вы обязательно любите Слово. И обязательно, потому что, судя по вашим молодым, там они сильно любят Слово. Чтобы вы всегда пожелания давали с текстами Писания. Я был, когда на Украине, тоже купил целый чемодан открыток. И вот теперь привез вам. И вы возьмите, вы знаете, вот именно открытки, вот когда вы будете брать, знаете, это вообще никакой цены нет. Вы можете просто все взять, разобрать и просто делиться Словом. Но если нет, то вот эти открытки обычно мы делаем так. Открытка в подарок за помощь сироте. Вы знаете, вот этим же деткам мы там помогаем, контейнера туда отправляем. И многое другое. Поэтому это будет очень хорошо, если вы в чем-нибудь поучаствуете. Но это будет очень приятно. Это в конце я тогда выйду, там столик поставлю. Эх, покажу вам. Но скажу, уже один чемодан разобрали. Один чемодан ваши молодые просто разобрали. Библия детская осталась только одна. Есть русско-английский для вас специально, да? А для бабушек, девушек, вот такие есть Библии. Здоровые, с хорошим почерком таким, знаете, с такими бупами жирными. И вы будете читать, слава Богу. И следующий глагол, который я хочу. Я хочу с вами потом помолиться. Это так важно. Это то, чем я живу. И когда я буду сегодня делиться, то я вам скажу, что это одна из самых моментов, тех, которых мне очень нравится. Включите, пожалуйста, мою презентацию. Я хочу вместе с вами порассуждать. Я очень быстро что-то поделюсь, что-то еще. Я назвал это «Иди и расскажи», но на самом деле я много туда вложил, я не знал, как правильно назвать. Думаю, да дай так назову. Вы знаете, «Иди и расскажи», да, что сотворил с тобой Господь. Но это очень важно. Вот. И я хочу, чтобы вам подарить. Это вот уже вот как бы те вещи, которые я хотел бы вот с вами поделиться. Это Еремия, 29 глава, 7 стих. Этот стих, я очень люблю часто читать его. Я часто с кафедрой о нем говорю. Мне он очень нравится. Смотрите, какие слова красивые, подобранные, как стихотворение. «И заботитесь о благосостоянии города, в котором я переселил вас, и молитесь за него». Смотрите, какая рифма, да? «За него Господу». «И при благосостоянии его и вам будет мир». Братья и сестры, я настолько вдохновлен этим стихом, которым понимаю, что этот стих – это действенный. Это глаголы. Это нужно, знаете, это очень важно. Слушай, а что он переключился? Вот так. Знаете, это глагол. «Заботьтесь о благосостоянии города, да? И молитесь за него». Вот эти глаголы дают мне право думать, что та страна, в которой я живу, которая, я не знаю, заметили, или в State College здесь все хорошие, тут амиши, видимо, много. И, наверное, всем так хорошо, что, понимаете, вы даже, может, не знаете, что делается там, снаружи, в других городах. А я скажу, ездию во многих городах, и мне просто больно. Больно о тех законах, которые здесь принимаются. Если наша страна, она не просто так потихонечку, по наклонной катится, она просто вот так вот раз и летит вот так вниз. А я хочу сказать, в этой стране живут мои дети. В этой стране живут мои внуки. У меня уже 11 рожденных внуков. 12-й должен через месяц родиться, а 13-й в ноябре, кто там, я не знаю. 12-го знаю, а 13-го пока еще не объявили. Не знаю, как они там будут. Но, в общем, 13 внуков будет. У меня теща еще живая здесь. Понимаете, и я здесь живу. А написано о том, чтобы мы проводили жизнь тихую и беззаботную. И так хотелось, чтобы в нашей стране было лучше. Но я не знаю, что может быть изменить нашу страну, как только Слово Божье и молитва. Когда я ездил в район Портланда, Ванкувера, и там Калифорния, я вообще за голову схватился. Портланд – цветущий город. Я вообще так любил ходить. Там такой Донтаун просто раньше был. Сейчас нет. Братья и сестры, это сплошной бомжатник. Сиэтл – сплошной бомжатник. Это сплошные палатки, мусору, горы мусору. Люди оттуда, десятками тысяч бегут. Знаете, сейчас по Флориду поехали, в Норск-Орлайн, я не знаю, к вам едут все. Даже к нам в Миннесоту некоторые приехали. Вы знаете, люди просто бегут оттуда, бегут, даже большие бизнесы бегут. Потому что невозможно. Я своими глазами это видел, это просто страшно. А мне хочется заботиться о том городу, в котором Бог переселил нас. Ведь нас же всех переселил сюда. И Бог предлагает, чтобы мы заботились о Нем. А какая забота? Это молиться за Него. Я так рад, что Бог дал мне возможность. Вот чуть позже будет фотография, и я вам покажу о том, как Господь дал мне возможность молиться. Эту мысль я раздвину немножко, чуть позже. Но сейчас еще несколько пожеланий. Итак, следующее пожелание. Вот это блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий, написанное в нем, ибо время близко. Братья и сестры, знаете, не всегда вот у меня языка нету. Я не могу сказать, пойти, выйти, американцам там что-то взять, сказать. Я сегодня еле-еле билет переделывал. Знаете, у меня чуть язык не поломался. Мне трудно сказать им, а о Христе еще труднее объяснить. Я иногда объясняю глазами, руками, вот так вот, знаете, пока объясню, руки заболят. Вот, ну, дело все в том, что есть еще одно Евангелие, которое я признаю очень сильно, да. Это Евангелие, которое прочитает, как минимум, как минимум прочитает ваш сосед. Это Евангелие, ваша жизнь, ваше исполнение Слова Божьего, как вы его исполняете. Они смотрят за вами и наблюдают. И пускай они скажут, я бы хотел вот жить, как эти люди живут. Живите так, потому что блажен, читающий, слушающий слова, порочество сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. И еще одно местописание, которое хотел бы вам просто пожелать это. Мы пойдем с тобою, ибо слышали, что с вами Бог. Пускай соседи ваши помнят, что с вами Бог. Дорогие молодые, пускай в ваших школах, в ваших работах, в ваших университетах, где бы вы ни были, пускай люди скажут, пускай мы пойдем с тобой, потому что мы слышали, что с вами Бог. Что, может быть, пускай они скажут, я увидел, что с вами Бог. Это так важно. Хочу еще одно место, которое мне очень нравится. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. «Мир тебе, приветствую тебя, друзья, приветствуйте друзей поименно». Как бы мне хотелось каждого из вас обнять, каждого из вас поприветствовать. Это так важно, да? Многое писал, да? Увидеть, поговорить, и мир тебе дать, и приветствовать, и поименно. Знаете, это так важно лицом к лицу. Сколько у меня накопилось за 4 года вам рассказать? Сколько? Я не знаю. Это просто вообще. Единственное, думаю, я расскажу только одну маленькую вещь, которая произошла почти 2 месяца назад, когда перед Украиной мне Бог подарил поездку в Турцию. Я был в Турции, потому что наша миссия работает в Турции. Просто несколько маленьких моментов, я не буду много. Знаете, это город Мардин. И я вам покажу сейчас, где он находится. Вот это если Турция, да? Если вы видите, это Турция. И здесь я хотел бы просто, вот если видите, я красным обвел город Диабикюр. Если посмотреть вот там вверху, вверху, это там Истамбул. Внизу Анталия. А с этой стороны, вот где Сирия и Ирак, вот здесь вот это Курдистан. И недалеко, 2 часа езды от Диабикюра, просто нету мелко немножко, да? Там есть город Мардин. Вы знаете, что в Турции по закону нельзя открыть христианскую церковь. Закон запрещает. Но если церковь когда-то была давным-давно, во времена Османской империи, то тогда в этот момент, если есть в документации хоть какое-то упоминание, то ты приходишь и говоришь, я хочу здесь сделать церковь. Вот потому что там так написано. И тогда кто бы там ни был, его убирают и тебе отдают это здание. И вы представляете, нам отдали здание в самом центре города Мардина. Это такое место, как вы знаете, как на Крещатике, как будто бы твои окна выходят прямо на Крещатике, если вы украинцы. Если вы русские, то прямо на Красную площадь. О, вон вижу, вот прям, мавзолей Ленина там стоит. Вы что, видите, нет? Вот приблизительно так в городе Мардини был когда-то давно-давно молитвенный дом протестантов. И вы знаете, нам его отдали. И мы его реставрировали. Я хотел бы показать, знаете, когда мы попали туда, в этот центр, идем и видим прямо вот здесь, вот на центральной площади стоит вот этот вот маленький такой, на этот самый. И здесь написано, смотрите, Мардин протестант Келесия. Знаете, и мы повернулись сюда. Когда повернули, вы дальше сразу раз, вот видите, мечеть. Прямо упираешься в мечеть. И вот на мечети стоит вот этот вот знак. И посмотрите, на мечети написано протестант Черч в эту сторону. Тоже Келесия. Это просто удивительно. И вот она, сама церковь. Вы знаете, какие ворота красивые. Вот знаете, здесь часы работы сделаны. Вообще удивительно. А внутри какая красота. Смотрите, как мы его отреставрировали, братья и сестры. Отреставрировали. Там такая красота. Удивительно. И сейчас туда переехал один человек. Вот, со своей женой. Он пастором. Сейчас уже 20 человек членов церкви стало. А на некоторые праздники собираются до 200 человек. Но еще, что самое удивительное, вы знаете, в этой церкви при выходе есть вот этот вот ящичек, вот этот шкафчик. Один и два. И вот я не знаю, сколько вашу церковь переступило людей. Сколько переступило. За последних 25 лет. Сколько переступило неверующих людей, которые просто подошли и сказали, а можно посмотреть вашу протестантскую церковь? Можно посмотреть, что у вас там? Я не знаю. Но за прошлый год вот эту церковь в этом не сильно большом городе переступило порог 75 тысяч человек, братья и сестры. Я такого не видел. Сейчас я вам покажу пару кадров, которые меня ошеломили. Если бы мне кто-то сказал, возможно, я, как и вы, повторил бы, слава Богу, но внутри понять, что 75 тысяч мусульман просто заходили сюда, чтобы сфотографироваться, чтобы посмотреть на вот это сюда, и вот с этих полок в Турции нельзя вот давать, как я вам сегодня буду давать. Так нельзя. А только можно так. Поставил, и если он подойдет и спросит, и скажет, а можно я возьму вот это? Тогда, пожалуйста, возьми. И тогда он ее никогда не выкинет. Если ты ему дашь, во-первых, это противозаконно, а если ты ему дал, он просто выйдет и выкинет ее. Но когда взял сам, он никогда не выкинет. Так вот, в прошлом году все литературы, вот, включая Евангелие, взяли 75 тысяч экземпляров. Из них 12 тысяч Евангелий. Я когда это слушал, думаю, господи, как это может быть? И вдруг, смотрите, пока я там находился, я специально попросил, а ну-ка снимите меня. И зашли два имама. Имамы – это, ну, духовная личность и довольно большая. И вот один здесь, другой там чуть дальше стоит за углом. Я удивляюсь, они зашли, фотографируются, знаете, на фоне Библии фотографируются. Знаете, они спрашивают, спрашивают пастора, а как, а что он им рассказывает. А потом они подошли к этим Евангелиям, они говорят, а это что? А это Евангелие. И вы знаете, я смотрел, как они брали Евангелие. Я потом понял, когда в Откровении написано, как говорят, посмотрел в сторону, и великое множество белых одежда. И вопрос, откуда они? Я понял, откуда они. Это люди, которые вот так вот приходили где-то в таких местах. Я такого, братья и сестры, не видел никогда. Вот. Вот это вот пастор. Когда мы с ним поговорили, мы молились, он говорит, знаешь, язык к мёбу прилетает к вечеру, говорит, у меня язык не ворочается, потому что каждый, кто приходит, нужно с ним поговорить. Мало того, еще нужно что-то угостить его, и нужно, может быть, стакан чая выпить. Ему уже чай не лезет этот, понимаете? А все равно надо свидетельствовать и говорить, и говорить, и говорить. И я удивляюсь, как это в мусульманской стране, в той стране, когда сейчас, буквально пять месяцев назад, отдали святыню, которая самая старинная, храм, который существовал на планете, земля, христианский храм, это храм Святой Софии, его отдали мусульманск под мусульманскую мечеть. Я был в ней, я заходил туда, и даже фотографировался, смотрел, и вот в этой стране, сюда приходят люди. Я настолько благодарен Богу. Я тогда взял одно Евангелие, зашел на крышу, и вот как раз между вот этой горой и вот молитвенным домом, вот эта вот большая площадь, как красная, она даже больше, чем Красная площадь, огромная. Я поднял это Евангелие и сказал, Господи, я так хочу этих Евангелий отправить туда больше. Я скажу вам даже больше, Господь исполнил мое желание, потому что, когда я приехал сюда, я попал в Спокен. Я не знаю, в Спокене, я не знаю, там богатые люди живут или нет, но когда я просто, я даже ничего не имел в виду, я как вам, рассказывал вот об этом, вот, и люди, я вам хоть показываю еще, а то еще не показывал, просто рассказывал. В конечном итоге, вы знаете, на Евангелие люди пожертвовали 12 тысяч долларов, а это 4 тысячи Евангелия. Это то, что может быть там есть. Я так рад, что Бог дает возможность хоть что-то сделать. Я благодарен Богу. Молитесь, пожалуйста, потому что служение продолжает. У меня не хватит времени, потому что я кое-что другое приготовил. Я хочу вместе с вами еще прочитать текст Писания, который меня очень вдохновляет. Я хотел, чтобы мы с вами молились за нашу страну. И почему я привез эти Библии? Для того, чтобы читали, чтобы развивались, чтобы дарили подарки, дарите Библии. Еще не знают, говорят, что бы подарить, уже не знают. А я все равно дарю Библию. И какие есть все равно Библию. Библия – это всегда хорошо. Библии много не бывает. Николай Водневский каждый год прочитывал Библию, подчеркивал и ставил на полочку. Сколько лет жил, столько у него было Библии. И можно посмотреть, как развивалось его отношение с Богом. Может быть, на каждый год надо, я не знаю. Я пока еще до этого сам не дошел, но просто идею могу вам подарить. Итак, я хочу подарить вот этот вам текст Писания, который меня тоже очень сильно изумил. Написано Езекииль, 9 глава, 4-6 стих. «И сказал ему Господь, пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих, о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак. И тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти и не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». Ну, хотя бы до Сюдова. Знаете, я понял, что я и могу изменить этот мир. Еще вот этот период небольшой, когда можно идти по городу и ставить знаки. Еще небольшой период, тогда, когда я могу рассказать об Иисусе Христе. Когда еще небольшой период, когда я могу помолиться, братья и сестры. В прошлом сентябре мне Бог подарил возможность помолиться за нашу страну. Вот здесь я был. Это Prayer March, который сделал Фрэнклин Грейм. Вот. И, знаете, по разным подсчетам, здесь еще вот в тех деревьях куча, вот столько же народу. По разным подсчетам, кто-то говорит 100 тысяч, кто-то говорит 150 тысяч. Но я вам скажу, такое море людей я воочию, наверное, никогда в жизни не видел. Это Бог мне подарил возможность здесь быть. Я помню, когда вот это как раз сделано отсюда, где была вот эта трибуна, откуда проповедовали, говорили, вдохновляли. Вот. И, знаете, в этот момент пришел неожиданно. Я так понимал, что не ожидали, потому что Фрэнклин Грейм сказал о том, что, ну, придется нам сейчас сломать всю программу. Потому что, смотрю, что-то забегали, забегали, забегали. А я буквально недалеко был. Вот прямо, ну, вот как вот отсюда, может, до вашей будки, вот этой вот, где братья там сидят. Вот. Где-то такое расстояние был до кафедры, до этой. И вдруг пришел Фрэнклин Грейм, или этот, пришел Майк Пенс, который вице-президентом в тот момент был. Знаете, как он говорил о нашей стране? Как он призывал молиться? И вы знаете, после этого, вот эта вся толпа, где-то часа три, шли отсюда до самого Капитолия, шли, останавливались, делали молитвенные остановки. Вы знаете, братья и сестры, такого я не видел никогда в своей жизни. Я такое чувствую, что я на небе побыл. Это столько людей молятся за эту страну. Вы знаете, я видел, когда сидит одна чернокожая, которая, знаете, вот просто вот, она полненькая такая, и трудно было. Она просто сидит, рыдает. Я слышу слова, говорит, Господи, благослови нашу страну, благослови наших детей, прошу тебя, пожалуйста, перечисляет там что-то. Смотришь, стоит группа, такая там небольшая, там пять-шесть человек обнялись. Да так молятся. Смотришь, отец с сыном стоит, обнялись, молятся за эту страну, ставят эти знаки. Вы знаете, я просто поражался, там стоят большие группы, по одному. Кто-то стал вот так вот, знаете, я не могу сейчас все эти кадры показать, они у меня есть, но просто невозможно все сразу. Я смотрю, насколько это, кто-то стал, прямо, знаете, там вода была, дождик был небольшой, и стали прям на коленях, в траву эту, в лужу стоит, молятся, слезы льются. Я думаю, Господи, они делают, а я? Молюсь ли я сегодня за нашу страну? Или мне просто хорошо здесь живет? Я не хочу жить спокойно, я хочу ставить эти знаки. Я часто хожу по нашим дорожкам, маленьким, там у нас есть парки разные, хожу по лесу, смотрю деревья, деревья, они похожи, как на людей. Иду всегда молюсь, за это, за это, за это. Знаете, хочу, чтобы Господь благословил, вот так, знаете, я скажу, Бог слышит молитвы. Я хотел бы дать еще, помимо всего этого, дать свидетельство, чтобы, знаете, это как укреплять упованием на Бога. Знаете, когда Господь позволил нам в прошлом году приобрести здание для библейской миссии, это не просто там здание, офис, где мы будем перебирать бумажки, я на это нисколько не согласен. Я столько раз спрашивал у Бога, и Бог расположил. И мы там сделали, уже один музей готов, второй музей, вот подобно Байбл Траку будет, только немножко больше, такой намного лучше, чем в Вашингтон Ди Си музей Библии будет у нас такой красивый, братья и сестры. И вы можете все сказать, это у нас с вами, это не мое, это не чье-то, не библейской миссии только, это не всего, это всего братства, это всех нас. И когда братья в нас благословили, мне, конечно, страшно было, потому что нужно было очень много денег собрать, и главное, что нам банк сказал, пожалуйста, мы вам дадим, только соберите 30%. Вот, я думаю, Господи, а 30% это буквально, ой-ой-ой, это столько денег, это 200 тысяч, 210 тысяч долларов. Я не успел начать собирать, как Господь откуда-то послал, когда бухгалтера спросил, вот, оказалось уже 90 тысяч. Я думаю, Господи, а где же остальные брать? Я уже не знаю, кому звонить, кому обращаться, просто не знаю. Пришел, очень разочарованный, пришел в молитвенную комнату, я не знаю, брат Григорий, вы были в нашей молитвенной комнате, в старом офисе? Не были? Не были, да, ну, может, кто-то был у нас, вот, и в молитвенную комнату пришел, и думаю, я готов оставить все это, на самом деле, думаю, не буду я это ничего делать, потому что как-то, кому не позвонишь, ну, уже не знаю, мне стыдно, знаете, вот, пришел, и говорю, братья и сестры, я готов сегодня, просто сделать такой момент, остановиться, эти 90 тысяч, отдать назад людям, если они заберут, а если позволят, отправлю их на стройку молитвенных домов, и просто покаюсь перед всем, и скажу, что я, наверное, не за то взялся, вот, или нужно, чтобы Господь показал славу свою, и помолился молитвой, молитвой Моисея, вот, и как Моисей говорил, покажи мне славу свою, и когда мы стали на молитву, и у меня почему-то так вот, потому что я до этого, когда звонил, кто-то прислал 500 долларов, кто-то прислал тысячу, вот смотришь, кто-то прислал две тысячи, а кто-то один прислал даже три тысячи, я не знаю, почему я сказал, или Господи, или что-то сделай, или какое-то чудо, что-то мое, у меня нету сердца паура, то есть силы нету к тому, чтобы дальше что-то делать, если можно, сделай что-нибудь, вот, ну, хотя бы пускай, чтобы я никому не звонил, а чтобы кто-то позвонил и сказал, ты знаешь, я хочу на твою мечту пожертвовать пять тысяч, и вы знаете, мы помолились, сказали молитву, очень аж в конце, и как только мы закончили эту молитву, в этот момент звонок, поднимают руку, не знаю, кто там звонит, какой-то телефон, но я трубки всех беру, братья и сестры, вы можете звонить, я взял трубку, и вдруг оттуда говорит, это брат Константин, да, я не знаю, вы помните меня, знаете, я вот с такого-то, такого-то города, еще, знаете, мы с женой подумали, подумали, и решили на вашу мечту выписать чек на пять тысяч долларов, знаете, хорошо не видели присвятера моей церкви, меня бы, наверное, отлучили, братья и сестры, я так прыгал, наверное, по хлящи Давида прыгал, наверное, от радости, потому что думаю, Господи, а как это бывает, вы знаете, как я окрылился тем, что Бог делает, я просто хочу, почему я это вам рассказываю, братья и сестры, не потому, что были пять тысяч, а потому, что хочу сказать о том, что Бог слышит молитвы, и когда, было время, через которое, я поехал на то побережье, я приехал, нашел этого человека, напросился к нему в гости, я говорю, пришел и задал ему два вопроса, скажи, пожалуйста, почему нам, и почему пять тысяч, вот, и он начал рассказывать историю, что у него какая-то была проблема, связанная что-то с домами, там, или еще что-то, и у них должен был суд идти, вот, должен был суд идти, который должен был все отобрать, и там, что-то там, ну, что-то, что-то я не знаю всех этих дел, но знаю о том, что как раз в то время, когда я уже исследовал, оказывается, мы были в том лесочке, в котором я был, я помню, с молодым Тимофеем, у нас, кстати, есть Тимофеевское движение, у нас люди приезжают на полгода, молодые люди, вот, от 16 лет и выше, но желательно после 18, вот, приезжают и по полгода, по году живут у нас, и мы с ними вместе молимся, слово изучаем, они растут духовно, мы с ними ездим, делаем многие дела, вот, и во всяком случае, слава Богу, это все работает, вот, и с молодым Тимофеем мы пошли по этому лесу, и когда мы шли по одному мосту, в середине леса, знаете, небольшое такое озерко, и такой перешей, и нам сделали такой интересный, длинный мостик, и я этому молодому Тимофею говорю, вот, когда будешь идти, будешь держаться за поручни, вот так вот, ты скажи, что ты чувствуешь, вот так, внимательно, вот он шел, вот так, до конца моста дошел, я говорю, ну, что ты чувствуешь, а он говорит, ну, деревянное, ну, там попытался сказать, какое дерево, я говорю, и все, больше ты ничего не чувствуешь, он говорит, больше как-то ничего не чувствую, я говорю, а ты не чувствуешь, как работают наши таксы, которые мы платим, чтобы в середине леса Для нас с тобой сделали такой мостик. Ты посмотри, какая красота. Я говорю, давай вот здесь всегда будем молиться за тех, кто работает, за тех, кто жертвует, за нашу страну, кому тяжело. И мы стали с ним помолились, а тот человек шел на суд. Он не знал, чем кончится. Адвокаты сказали, все заберут, и еще останешься много должен. Они приходят туда, а там вдруг происходит какое-то чудо непонятное. Я же не знал его, я просто молился за... в общем. А он пришел туда, и оказывается, что-то там раз, 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 в конечном итоге ему дают чек на 50 тысяч долларов и сказали, вот так решил банк, на тебе, вот это, все остальное забираем. Они вышли оттуда и не могут понять, откуда свалилось это все. Должны были все забрать, а тут дали 50 тысяч. Они пришли домой и говорят, надо срочно отдать десятую часть. А кому? Не знаю, давай, говорит, помолимся. И вот они встали на колени и молятся. Жена и муж молятся, и должны после этого встать и сказать, кому? Встает жена, и муж спрашивает, кому, ты думаешь, мы пожертвуем? Ты знаешь, говорит, на память пришел, говорит, Константин. Помнишь, какой-то приезжал к нам? У него вечно всегда какие-то проекты, всегда ему что-то надо, что-то надо. Давай, говорит, ему. А он говорит, ты знаешь, и он мне пришел на память. И в этот момент он набирает телефон, а я встаю с молитвой. Вы знаете, я просто настолько рыдал, настолько радовался, что наш Бог – великий Бог. И я верю, что Бог наши молитвы слышит и за нашу страну. И тем самым я хочу делать знаки. В прошлую осень мне Бог дал возможность быть в одном месте. Я был в Польше и был в Освенциме. И там, когда проходишь в Освенциме, там в конце, на многих языках, вот эта вот надпись, там такие бронзовые. Да будет на века криком отчаяния и предостережения для человечества это место, где гитлеровцы уничтожили около полутора миллиона мужчин и женщин и детей, большей частью евреев из разных стран Европы. Аушвиц, Беркинау. Вы знаете, вот эти… Ходил по всем этим баракам, смотрел, что там происходит. Мне, конечно, было очень жутко. Но перед этим, перед тем, как прийти в Освенцим, я был в Кракове. И в Кракове есть одна фабрика, о которой я мечтал ее когда-то увидеть. Вы знаете, когда я пришел туда, это фабрика Оскара Шиндлера, которая, когда я зашел сюда, это при входе. И вот она фотография его висит. И вот в этих окошечках они продолжаются. Дальше туда 1200 фотографий тех людей, на которых поставил знак Оскар Шиндлер. Он выкупил их, он что-то сделал для них. И на его фоне много этих фотографий. Когда я стоял там, я думал, Господи, на каких людях поставил я знак? Сколько людей, кому я рассказал Евангелие? Сколько людей, за которых я молился? Я стоял и думал, Господи, как это будет? Я не знаю. Но не дай мне покоя и желания, не отними желания, чтобы я шел и говорил и делал эти знаки. Потому что настанет немножко времени. Как мы читали, не жалей никого, ни старика, ни молодого, никого, ни детей, ни женщин, никого не жалей, всех убивай. Это настанет время, и уже скоро. Но пока есть короткое время, чтобы поставить эти знаки. Знаете, я зашел в следующую комнату. Это машинка, на которой он отпечатал список свой, этих 1200 человек. Вот этот список. А после этого, когда я попал в Освенцим, я попал в эту газовую камеру. Это в этой камере, в реальности, умирали люди. Их загоняли туда. Они даже не понимали. Их обманывали до конца. Они не понимали, куда. Они думали, что они идут для того, чтобы просто пройти осенизацию, или как бы дезинфекцию пройти. Но вы знаете, закрывали. Им говорили, сейчас давайте сложите вещи свои аккуратно. Там номерок давали. И сейчас, когда вы зайдете, все выйдете, уже будет чистенько, все аккуратненько. И вы пойдете в новую жизнь. Вы знаете, сегодня дьявол делает то же самое. Он делает очень много вещей и до конца говорит, вы будете жить. А на самом деле умирают люди. Чуть-чуть позже я это докажу. Когда я зашел в следующий, там между двух бараков, есть вот эта вот стенка. Эта стенка, реально, около которой расстреляли больше, много десятков тысяч людей. Когда я стоял там, я сфотографировался, а потом подумал, Господи, что я делаю? Знаете, вот здесь стояли люди в последний путь. Здесь их стояли просто секунды, и их нету. Секунды их нету. Но я все равно сфотографировался. Хотел сказать, вы знаете, сколько сегодня погибает людей. И показываю эту фотографию, хотел сказать, дорогие, знаете, сколько сегодня хоронят молодых? Вот эти вот бомжи, которые там вот сейчас, начиная от Орегона, кончая Вашингтон и Калифорния, вот эти все люди, откуда? Они же чьи-то дети. Они умирают пачками. Они просто деградируют настолько, за ними никто не смотрит. Они просто умирают там пачками. Вот почти как около этой стены. Когда люди подъезжали на вот эти, это как раз-таки Беркинау, вот вторая часть этого лагеря, когда привозили вот сюда людей, вот видите, подходили вагоны, посредине вот это вот пустое место. И вот сюда подходили вагоны, выгружали, их встречали с оркестром. Вот, люди вот так вот выходили. Потом после этого их вели. И вот если вы посмотрите, человек стоит в военной форме. И вот если, который ближе ко мне, вот здесь, видите, стоит рука, и вот так показывает, вот так палец. Это как раз сфотографировали, случайно попалась рука главного врача этого всего лагеря, который отправил почти полтора миллиона людей. И вот движением руки туда или туда. Если вот сюда, то значит умирает через 15-20 минут. Если сюда, то пару месяцев они проживут. Вы знаете, эти люди идут вот так вот, как здесь. Они идут полной надеждой. Им сказали, идите спокойно, сейчас вы получите новую жизнь. А они идут с полной надеждой. А на самом деле, буквально 15 минут им осталось жизни. И их загонят в газовые камеры. Почему я это показываю? Потому что это все продолжается. Сейчас я вам еще докажу. Когда я проходил по баракам, там были люди, которых вначале еще отмечали, фотографировали, когда только начался концлагерь. Я просто посфотографировал так, чисто своим телефоном. Вот этот человек всего прожил 65 дней. Вот этот человек прожил всего 7 месяцев, 10 дней. Это, наверное, самое дольшее всего он пробыл в этом лагере. Вот этот человек прожил 2 месяца и 6 дней. Вот этот человек прожил 47 дней. Его не стало. В эту камеру вот эти вот банки открывали. По 2, по 3 банки. Сверху такая крышка. Открывают, засыпали газ. А он в виде таких семечек. И когда он вступал в реакцию с воздухом, сразу появился этот газ. И они умирали. Но я думаю, что сегодня еще больше. Если полтора миллиона за несколько лет, за 5 лет уничтожили немцы, уничтожили, вернее, фашисты, уничтожили людей в том, и говорят, это крик отчаяния, то давайте посмотрим, что происходит сегодня. Вы знаете, если взять, что на сегодняшний день 126 тысяч абортов в сутки во всем мире происходит. Это в сутки, братья и сестры, да? Сегодня, ну давайте вот это, от СПИДа. В 2018 году в мире умерло 1 миллион 100 тысяч человек. Вы знаете, если мы посмотрим дальше от наркотиков, но это опять-таки, это 2018 год, это 585 тысяч людей. Из них дети умирают, вот от 15 до 24 лет 5455 человек. Это столько умирают. Посмотрите, каждый год в мире умирает от алкоголя 3 миллиона человек. Это два концлагеря Освенца за 5 лет. Столько умирают. Почему я это показываю? Просто потому, что сегодня продолжается этот геноцид человечества. Я хочу сегодня на этих людях ставить знаки. У меня есть свидетельства людей, которые приходили к Богу, которые были никому, ничему не нужны, а сегодня они нужны и хороши. Они прекрасны и становятся людьми. Я в каждом городе встречаю таких людей. Мой сын, о котором я свидетельствовал среди ваших молодоженов, вы знаете, он был негодный. Когда я уже, как отец, поставил точку и сказал, все, смердит, больше не могу. Я не верю, что может что-то произойти. Сегодня я хочу вам дать свидетельство. Уже прошло много лет с того момента. Сегодня я не могу дотянуться до его веры, как он верит в Бога. Знаете, потому что кто-то пришел, когда в тюрьму к нему один черненький, туда мы же не ходили, вот, пришел черненький. Когда я отказался, вообще сказал, я больше с ним не хочу ничего общего знать. Пришел один черненький и просто рассказал ему Евангелие. Он начал добиваться меня, чтобы я к нему пришел. И когда я пришел к нему, он заплакал, говорит, папа, я хочу тебе сказать, я другой человек. Я другой, я думал, я выйду, потом тебе скажу. Но не могу так говорить, потому что я другой человек. Я изменился. Я сначала не поверил. Я думал просто, чтобы я ему что-нибудь туда передал или еще что-то. Но нет. Годами доказал, что Евангелие работает. Братья и сестры, если мой сын пришел, а сколько таковых? У нас есть там рядом репцентр, просто там уже столько людей, которые восстановились. И я вообще радуюсь с этими людьми работать, потому что они сегодня очень нужны Господу. Они такие ревностные, они так служат Богу. Я хочу сказать, мы должны ставить этот знак. Я просто еще раз прочитаю это место. И сказал ему Господь, пойди посреди города, посреди Иерусалима и на челах людей скорбящих, воздыхающих, о всех мерзостях совершающих среди него, сделай знак. А тем сказал слух, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет, о, Кабаша. И не щадите старика, юношу и девицу и младенца и жен и бейте до смерти. И не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего. Знаете, я сегодня хочу и здесь сказать. Проповедую Евангелие. Я просто езжу, я бы с удовольствием дома сидел, но я езжу и проповедую Евангелие, где слушают, я там говорю. Я говорю, слово меняет все. Молитва меняет, и Бог слышит молитву. Илья был подобный нам. Помолился, и все остановилось. Вы знаете, я так мечтаю, я был в городе, который в Израиле есть, Гаваон. Вы знаете, что я там чувствовал? Я представлял, что где-то здесь стоит Иисус Навин, помолился, и солнце остановилось. Вот что делается. И до сих пор это все работает. На прошлой неделе пришел ко мне один человек, у нас был разбор, и он говорит, ты знаешь, двух вещей не понимаю. Не понимаю, как мог топор всплыть, и как Давиду, молодому человеку, дали возможность пойти сразиться с Голиафом. Мы не что, ненормальный, но он же мог бы просто. Ну, пацан, как это можно? Я говорю, ой, брат, топор всплывает. Да это так просто. Он смотрит, ну у меня есть топор, я принесу тебе. Да, брат, каждый день всплывают топоры. Все противоестественное в моей жизни. То, что должно тонуть, оно высходит. Я должен был давно умереть, я живой. Мой сын должен был умереть, он живой, славит Бога. И многое другое. Это все топоры всплывают, братья и сестры. А Давид, Давид тренировался. Тренировался каждую секунду. Он не был лентяем. Молодые. Вы красивые сегодня, брат, пастор сказал. А я с ним согласен. Я присматриваюсь на вас, точно красивые. Но знаете, не будьте ленивы. Будьте людьми глаголов. Делайте что-то. Делайте. Делайте для Евангелия. Ставьте знаки. Потому что приближается эта кончина. А я хочу хотя бы, чтобы еще некоторые люди пришли к Богу. Аминь, братья и сестры. Я хочу помолиться. Помолитесь и вы, и я за вас помолюсь. Хорошо? Аминь. Продолжение следует.